всем привет сегодня я буду делать видео что в моем телефоне это видео меня очень многих запрашивал и я долго его не могла сделать потому что в общем у меня была мигалка на телефоне она знаете когда приходит сообщение телефон начинает светиться и как-то я не могла уснуть мне приходили оповещения с инстаграма и я подумала блин надо ее отключить я начала там рыться и не могла нигде найти как ее отключить потому что мне подруга включала и в общем так получилось что я просто написала перезапустить телефон и я думала просто настройки сброситься а на самом деле меня удалились все фотографии все приложения то есть абсолютно телефон был как новый после этого естественно мне ничего не осталось сейчас я все перезагрузила это было где-то в июле поэтому поэтому я не снимала это видео так как у меня все с телефона удалилось но через компьютер получилось некоторое восстановить там и приложение просто перезакачала заново и наоборот даже хорошо я более не разобралась в телефоне и скачала то что я действительно использовала я не ношу чехол сейчас потому что не знаю метод бывает что иногда ношу чехлы и меня начинает бесить и я просто без чехла хожу вот сейчас такой момент момент на заставке у меня стоит beyonce потому что я что-то в последнее время очень увлеклась ее творчеством вообще она такая красивая мне так нравится ну я в смысле просто как перец мне нравится ну и выглядит она очень красиво а потом у меня идет на первой странице у меня идет все то что было все то что было скачано первоначально на айфоне а вот тут у меня есть папка со всеми приложениями через которые я общаюсь это ватсап фейсбук и вконтакте но это я поставлю первое странице то что это как самое главное для меня когда мне сообщение приходит чтобы легко было открыть дальше у меня идет кстати это на заставке это мой брат он получил звание капитана и поэтому я его поставила мне прислала фотку мне так понравилось что я решила поставить и так дальше у меня идет я буду показывать у меня идет все что было качан там калькулятор диктофон и так далее потом идет инстаграм отдельно потому что так я чаще всего проверяю я в них какую папку не клала потом мне идет фотографии и здесь у меня всякие фоторедакторы теми которыми я реально пользуюсь это инстасайз и пик джойнтер вот этими двумя я честно говоря вообще не пользуюсь я их скачала так проверить как они работают но все-таки до них у меня руки пока не дошли и снапчат это это просто в англии все с ума сходят по снапчату это для них вот как для нас инстаграм они снапчат это вы просто фотографируетесь ставите на сколько секунд человек может это видеть отправляете и другой человек когда получает фотографию но я вот так нажимает и удерживает и она допустим на 5 секунд вы ее видите и вам надо будет какую-нибудь смешную рожу какую-нибудь черню и там припишу типа привет я на уроке мне там скучно и такие сфоткаются и ты такой посмотришь и им отправишь ответить о я тоже но это вроде как чат по фотографиям вот но я эту штуку я как-то пользовалась с некоторыми английскими друзьями а потом сейчас как с англии ехала так забыла про нее а следующая папка это у меня называется мюник мюнхен все приложения которые мне нужны в германии это вот это приложение вы просто допустим вводите то показать где вы и вы допустим места какие-то хотите посмотреть и допустим вводите не знаю отели нужны или что-то еще там там рестораны все ищет очень удобное место и показывают как идти там как так далее мне очень нравится приложение потом вот эти два это для автошколы так как я записалась на курсы и я теперь буду учиться водить и для этого мне нужно учить права но я и буду сдавать на русском поэтому мне не особо нужны я просто скачал чтобы посмотреть и если получится так декабрь я уже буду разъезжать на машине я очень этого жду и очень постараюсь сдать и вот это самое удобное если вы вдруг едете в мюнхен обязательно его скачайте это вот это вот приложение э м ви джи я вот тут вот напишу его очень удобно и тут показано как куда добраться метро автобусы все общие средства передвижения сколько времени это займет вот вы тут пишите откуда вы хотите идти допустим ну как в гугл мэпс только удобнее только это все с мюнхеном связано и реально показывает просто все что надо потом следующее это у меня называется папка дочь немецкий здесь я учу по этим предложениям ну так стараюсь учить когда мне скучно я просто захожу там учу вот это очень прикольное предложение оно в артикле помогает выучить и потом я вот это с компьютера на бусу я его называю сижу и там ну бывает иногда что то делаю по немецкому и вот перевод словарь но словарь мне этот не очень нравится потому что он работает только с интернетом следующая папка это бизнес у меня здесь очень много по маркетингу приложений так как это первый модуль который я буду изучать в университете и я сразу решила подготовиться из всех них мне больше всего нравится маркетиссимо потому что там просто допустим вопросы то надо так сделать и они допустим говорят почему вот это важно почему вот это и там объясняется такая маленькая статьей объясняют допустим ответ на вопрос и вот тут вы читаете просто поминаете очень удобно они много не было болят просто такой конкретный ответ на вопрос и все следующее еще предложение это ну блин все остальные предложения тоже вообще с интернетом еще есть как бы такая маркетинг бук я начала читать но она опять же таки ты там доходишь до какой-то 18 страницы и потом они говорят ой а купи ее ну и получается что ну хотя бы начало книги почитать тоже можно вот так вот она выглядит но это все для тех кто бизнесом интересуется вот так вот все остальные предложения такие меня не вдохновили потом у меня вот тут еще сбербанк есть потому что я отслеживаю свою карточку с телефона на следующей странице у меня саундклауд это просто офигенное приложение для для всяких песен там очень много песен от того что я могу найти вконтакте все там есть правда опять же он работает только с интернетом мне это бесит потому что он очень много интернета вот допустим я три песни послушаю на саундклауде и уже получается что у меня там пишет вы привисели лимит и так далее поэтому он очень много интернета кушает следующее это у меня это чат фейсбук чат так просто легче писать кому-то с фейсбука потом шоппинг в шоппинге у меня приложение Ривералланд есть я очень часто его на самом деле смотрю мне много вещей там нравится но я никогда там ничего не покупаю потому что не знаю как-то руки не доходят но может что-нибудь закажу потом ибэй господи моя любовь просто этот ибэй там можно все найти там от туалетной бумаги до не знаю какого-нибудь парика там все есть а потом my best friends это просто какое-то поражение я даже просто скачала потому что мне понравилось ну как оно выглядит а на самом деле это просто как бы вы смотрите там всякие очень дорогие короче всякие бренды но прикольная тоже вещь там можно с нее вдохновлять вдохновление брать там с вещей этих потом у меня еще есть Esos это вот у меня был нормальный Esos который ну телефонный а этот какой-то типа магазин или что-то такое видимо там какие-то не знаю что он как-то по-другому сделан абсолютно он немецкая какая-то версия поэтому мне надо скачать нормальный Esos очень удобный телефон и последнее это так вот называется Depop это просто божественная вещь сейчас сфокусируется я вам напишу название этого внизу в общем это приложение сейчас покажу заходите как в инстаграм только это продают ну вы можете продавать шмотки и покупать шмотки в общем вот так вот он выглядит допустим если вы решили там посмотреть какую-нибудь шмотку вы можете ее так прокрутить тут пишется цена описание и тут вы можете нажать лайк коммент или buy или more допустим вы можете написать сообщение продавцу и потом если вы хотите допустим продать или вам надо что-то найти допустим мне надо найти не знаю там я напишу коут пишу коут и тут просто допустим fluffy коут я искала недавно и тут просто все все куртки ну которые слова он распознает и находит это просто офигенная вещь и если вы хотите продать допустим вы нажимаете sell take a picture допустим не знаю я вот хочу продать допустим не знаю свою руку я фотографирую свою руку отправляют фотографию и дальше пишу типа выбираю эффект и пишу вот допустим продают фотографию продаю свою руку там за столько-то и столько-то очень удобно нет еще кто-нибудь еще купит в моей руках все в общем офигенное приложение но оно в основном в UK то есть я вот сейчас в Германию переехала и мне очень тяжело потому что мне приходится спрашивать типа а вы отправляете за границу вот и все такое и многие кто не отправляет за границу потому что это довольно таки дорого вот поэтому сейчас это не такое прикольное не такое прикольное приложение но это можно в России развивать чтобы у нас тоже это было следующее это экономикс папка в ней у меня только BBC News и World Figures World Figures это прикольная вещь там в общем вот так вот он выглядит и там нажимаешь и допустим тебе какие-нибудь факты очень прикольные говорят в общем тут разные всякие экономические факты про страны о что тут про Россию Россия быть такого не может Россия на 14 месте находится по принятию туристов вот ничего себе я у нас еще туристов не видела может они в центре где-то я не знаю и BBC News это просто офигенная вещь там просто ну обычные новости не знаю только все на английском очень интересно и они еще присылают иногда там можно подписаться чтобы как ну оповещения приходили когда что-то такое случается следующая папка это Health из всех них я использую я использую иногда калории посылать но я и так уже всех их знаю это My Fitness Pole потом Рантастики я не использую ну то есть я когда бегаю я не засекаю вот так вот ничего потому что ну мне не особо важно сколько я пробежала и Workouts это вот тоже прикольная вещь там допустим иногда когда нечего делать можно посмотреть они там допустим показывают как делать но это тоже не очень мне больше нравится в интернете просто искать вот такие полные уже это фитнес зарядочки и делать их на следующей странице у меня Яндекс скачен потом вот это я иногда ссылки просто сохраняю себе что какие-нибудь очень важные потом есть Paypal это оплачивать ну как типа Сбербанк только ну интернет все наверняка пользуются Paypal кто в интернете заказывает и на последней странице у меня опять же какая-то ссылка на рецепт какой-то по-моему да это все что находится в моем телефоне надеюсь вам понравилось и высказать себе какое-нибудь приложение которое у меня есть спасибо большое что посмотрели меня подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и в общем тут вот заходите куда я тут указываю всегда если вам интересно и увидимся скоро пока